Поступило письмо от Сергея Евгеньевича Нарышкина, поздравительное. Напоминаю, кто не знает или забыл, что Сергей Евгеньевич Нарышкин, писатель Государственной Думы, является членом партии «Единая Россия» и состоит на учете, на постоянном учете в нашем отделении партия «Единая Россия». Сергей Евгеньевич прислал письмо нам и что он пишет. Дорогие жители Ленинградской области, от всей души поздравляю вас с Днем России. 12 июня 1990 года вошло в число важнейших событий нашей страны, стала точкой отсчета современной российской государственности, которая основана на принципах свободы, демократии и верховенства закона. День России подчеркивает наши общие ценности, гордость за страну, уважение к прошлому, желание трудиться на обладах родной земли, нынешнего и будущего поколения. Крепкого вам здоровья и благополучия. Позвольте мне озвучить результаты предварительного внутрепартийного голосования, которое проходило на территории всей Ленинградской области, в частности в Кингисепском районе. Общее количество участков, которое у нас было открыто на территории всего Кингисепского района для внутрепартийного голосования партии «Единая Россия» – 18. Общее количество участников голосования, которые изъявили волю прийти и проголосовать, отдать свой предварительный голос, предварительное мнение свое кандидатам, которые были выдвинуты в праймерис от партии «Единая Россия», пришло 6 587 человек. Это 10.15% от наших избирателей. И количество человек и процентное отношение теперь у кандидатов в праймеризне. Дрозденко Александр Юрьевич, за него из 6 587 человек, голоса отдали за него 6 120 человек, это 94% голосов. Петров Олег Александрович, 86 человек, это 1,3%. Седов Денис Станиславович, 105 человек, 1,6%. Тюрина Татьяна Венедиктовна, 311 человек. Отдали голоса за нее, это 4,8%. И в Ановске Дмитрий Владимирович, 568 человек, это от числа пришедших, 8,7%. Вот такие вот цифры официально у нас есть. Сдали в региональное отделение партии «Единая Россия» свой протокол. Спасибо всем кингисепцам, кто нашел время и пришел, и поучаствовал в праймеризе, которого организовывала партия «Единая Россия», для того, чтобы понять срез в обществе, что все-таки сегодня думают кингисепцы, и ожидаемые результаты подтвердились. Большое вам за это спасибо. Праймериз на то и дан, что здесь мы голосуем не за одного кандидата, выражаем мысль, но цифры говорят за себя. То, что произошло, то произошло. У Антонова Елены Генриховны или у орг-отдела общие сводные данные уже есть. По области? По области, да. По области уже есть. Мы находимся не в гиперлидерах, как некоторые районы за... Есть 96,6%, есть 91,92%, но мы находимся в золотом кольце. Впереди праздник, День России, завтра День города, поэтому всех кингисепцев. Ожидаем, будут какие-то проблемы с погодой, но праздник будет очень интересный. К нам приезжает завтра губернатор, поэтому от всей души пользуюсь сегодняшним эфиром. Я хотел бы пригласить всех кингисепцев, гостей нашего города, поучаствовать завтра в празднике. В первую очередь в шествии, мы начнем в шествии, 12 часов от ГДК. Поэтому ждем вас всех с хорошим настроением, с детьми, с шариками, флажками. Поздравим друг друга с Днем города, с Днем рождения Ям-Ям города Кингисеппа. И проведем хорошо время в парке культуры отдыха Романовка.